В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе прошли мероприятия, посвященные 24-м зимним Олимпийским играм. Я хочу, чтобы всегда-всегда у них был российский дух. В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием представителей общественного движения «Отцы России». Решили провести единым днем, собрать информацию, проблематику по вопросам отцовства. В историко-культурном центре видновским школьникам рассказали о военных действиях в Республике Афганистан. Довольно интересно было узнать не точки зрения исторической скроники, а точки зрения эмоций и переживаний. В минувшее воскресенье в Пекине завершились 24-е зимние Олимпийские игры. Две недели Россия наблюдала за своими спортсменами, сопереживала и болела. Накануне в парках Подмосковья состоялась масштабная акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова. Видно, к мероприятию присоединилось более ста человек. О том, как это было, расскажет Юлия Погасьян. Так вышло, что в день областной масштабной акции в поддержку лыжника Александра Большунова проходила ежегодная спартакиада по лыжным гонкам среди школьников Ленинского округа. Поэтому, видно, мероприятие получилось более чем массовое. Очень обидно, когда наши ведущие спортсмены, тоже Александр Большунов, когда олимпийские чемпионы и все с него не могут сыграть гимн России. Конечно, это очень обидно. А вот то, что сегодня здесь происходит, навевает такое приятное ощущение. Порядка 10 школ и более 100 участников разных возрастных категорий, опытные и начинающие. Забеги осуществлялись на разные дистанции. Победители в каждой были награждены символическими медалями. Все должны заниматься каким-то видом спорта. Не важно, будь это лыжные гонки, легкая атлетика или фитнес. Не важно. А тем более, если дети занимаются, они должны быть здоровы, физически, развитые. Это все-таки здоровье нации. Акция «Бежим с Большуновым» в этот день проходила во всей Московской области. Видным она состоялась на недавно открытой лыжной трассе, появление которой горожане ждали порядка двух десятилетий. Теперь здесь ежедневно спортом занимаются сотни человек. В том числе, возможно, и будущие олимпийцы. Спорт занимает для меня очень важное место в жизни. Он помогает мне развиваться. Мне очень интересно поучаствовать в этом соревновании, попробовать себя, свои силы. Накануне и в день проведения мероприятия волонтеры раздавали всем гостям парка ленточки в цвет флага России, как символ поддержки наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Я хочу пожелать нашим олимпийским призерам, Большунову, Спецову, чтобы они никогда не сдавались. Я хочу, чтобы всегда, всегда у них был российский дух. Как известно, уже которую Олимпиаду россияне не могут выступать под флагом своей страны. Соревнуются под флагом Олимпийского комитета. Но, как показали игры в Пекине, плохо. На результатах это не сказывается. Александр Большунов взял золото в лыжном марафоне на дистанции 28,5 километров в масс-старте свободным стилем. Юлия Погосян, Александр Логин, Викторина Давлятова. Видно этого. В продолжении темы. В Ледовом дворце Арктика состоялся товарищеский матч между одноименной хоккейной командой и клубом «Металлург», представляющим городской центр спорта. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Традиционно хоккей – один из наиболее популярных и обсуждаемых видов спорта в нашей стране. В день закрытия Олимпийских игр в Ледовом дворце Арктика состоялся товарищеский матч между одноименной командой и «Металлургом», представляющим городской центр спорта. Этот матч посвящен закрытию Олимпийских игр. Как мы знаем, наша команда получила 32 медали, 6 из которых золотых. И сегодня мы чествуем наших спортсменов, Олимпийских чемпионов и хотим их поддержать таким товарищеским матчем. Особую эмоциональную окраску этой игре придавало то, что видновские команды вышли на лед спустя всего несколько часов, после того, как наша Олимпийская сборная по хоккею уступила в финале со счетом 1-2 сборной Финляндии. Но это не повлияло на желание наших земляков показать, на что способны они. Я считаю, что они сыграли свою силу. Могли победить наши спортсмены, могли и финны. Победили финны, финнам больше повезло. Команды, я считаю, в принципе равные. С самого начала матча на площадке шла упорная борьба. Никто не хотел уступать. То одна, то другая команда шли в атаку. Но благодаря отличной работе вратарей, первые два периода ворота обеих команд так и остались нераспечатанными. И лишь в начале третьего периода, после красивой комбинации, шайба залетела в сетку. Вперед вышла Арктика. Это же красиво, это мощно, это сильно. Мне кажется, лучше нет игры, чем в хоккей. Несмотря на то, что «Металлург» не собирался сдаваться и пытался отбиться, за полтора минуты до конца игры Арктика забила вторую шайбу, установив окончательный результат матча. Была игра очень хорошая, равная. Но немножко нам где-то не хватило сил, мы не реализовали свои моменты. Вот. Но это спорт. Сегодня на Олимпиаде, к сожалению, наша сборная тоже потерпела поражение. Но поражение – это залог побед в будущем. По окончании игры все участники поединка были награждены памятными медалями, а лучшие игроки – личными кубками. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. За достижениями спортсменов из разных стран замиранием сердца следил весь мир. И Ленинский городской округ – не исключение. Ребята из ВХТЛ и долгареты из Центра социального обслуживания «Вера» решили поддержать своим творчеством российскую сборную. Десятки жителей из 27 регионов России присоединились к акции «Привет, Пекин». Своебразному ответу наших рукодельниц – китайским вязальщицам, создавшим для победителей Олимпийских игр 1251 букет из пряжи. Среди участниц – конкурса и активные долголеты из Центра социального обслуживания «Вера». Чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине, решили сделать вязаные букеты. Каждый вяжет по цветочку, потом мы собираем. Нина Васильевна Ищеркина увлеклась рукоделием 50 лет назад. Вязала одежду, предметы, декоры, да и цветы создавать не впервой. Поэтому она с радостью откликнулась на предложение сделать букеты из пряжи для российской сборной. Смотрим, болеем, болеем за всех, за всех переживаем. Все виды спорта – и лыжники, и хоккеисты, и все. Мы за всех смотрим с удовольствием. Ученики Витненского художественно-технического лицея также решили поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине и взяли в руки краски и кисточки. Я нарисовала биатлониста, потому что мне очень нравится этот вид спорта. Несмотря на то, что они не выиграли медаль, они заняли третье место, это тоже очень хороший результат. Мы с классом нарисовали лыжников. Я решила нарисовать Наталью Непрееву. Почему? Это твоя любимая спортсменка? Ну да, просто очень хорошо выступает. Я нарисовала лыжный спорт, потому что люблю лыжи. Я нарисовала Александра Большунова, победителя в эстафете. Наши хоккеисты вышли в полуфинал, и это должна быть наша победа. Это очень большая игра. Мы за них болеем и гордимся ими, что они вышли в полуфинал, и надеемся, что они выиграют. Ребята изобразили различные виды спорта, но больше всего работ посвящено российским фигуристам. Я посвятила свою картину спортсменам по фигурному катанию. Мы очень за них болеем и желаем им побед. Ведь им сейчас очень трудно, и наша поддержка им очень нужна. Мне очень нравится фигуриста Камила Валиева. Она заняла первое место по фигурному катанию. Я так счастлива, что хочу быть как она. Я нарисовала талисман Олимпийских игр в Пекине, так как я очень люблю фигурное катание. И мне очень нравится, как они красиво катаются на коньках. Поэтому я нарисовала мишку-панту на коньках. Всего ученики в ЭХТЛ нарисовали более 100 работ, 40 из которых размещены на выставке, посвященной Олимпиаде. Мы говорили с ними о видах спорта, о разных. Но дети, они сами классом... Я делала в основном коллективные работы. И классом решался, какой вид спорта. Ну, здесь представлены самые популярные в нашей стране. Мы старались рисовать в школе, в классе, на уроках. И помимо уроков у нас еще есть внеурочная деятельность. Вот ребята старались, прибегали. Дети были очень воодушевлены. Им прям вот хотелось, они следили за новостями и каждый раз прибегали мне, сообщали. Лучший из представленных на выставке работ отправится на конкурс всероссийской акции «Знаем, любим, поддерживаем». Организаторы обещают передать рисунки олимпийцам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В единый день приема общественного движения «Отцы России» в офисе партии «Единая Россия» в городе Видное состоялась встреча с папами Ленинского городского округа. Свои вопросы они озвучили представителям местного отделения общественной организации. Какие темы затрагивались, расскажет Юлия Погасьян. Ленинское отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» впервые собралось в декабре прошлого года. Организация только набирает темпы, но уже громко заявила о своем существовании, что не может не радовать жителей округа. Ведь здесь поднимаются насущные темы семьи, воспитания детей, одиноких родителей. Решили провести единым днем, собрать информацию, проблематику по вопросам отцовства, отцов-одиночек. И по всей России сейчас проводятся такие встречи, чтобы выявить какие-то яркие насущные проблемы. Где-то, если они частные проблемы, постараться помочь решить конкретному человеку. А если они носят системный характер, то, соответственно, вынести их уже на обсуждение в Думу. В Ленинском округе единый день приема проходил в офисе партии «Единая Россия». Заранее заявки на участие подали три человека. Многодетный отец Николай Феоктистов лично явиться навстречу не смог, но связался с представителями движения по телефону. На днях он потерял жену. Женщина умерла при родах, муж остался с тремя детьми. Один из них совсем младенец. Это девочка, которой 6 месяцев, она сейчас находится в городе Балашиха. И мы сейчас ведем переговоры на тему того, как только будет возможность, чтобы этого ребенка переместить в наш перинатальный центр, для того, чтобы папе было бы удобнее заниматься вопросами новорожденной. Естественно, будем связываться с отцом, непосредственно разговаривать на тему необходимой помощи именно сейчас, потому что понимаем, в какую сложную жизненную ситуацию он попал. И в любом случае не оставим без внимания и будем всячески помогать. Александр Синица, больше известный как клоун Алекс, его еще часто называют папой всех местных ребятишек, обратился к представителям общественной организации с просьбой о помощи в реализации проекта по развитию досуговых центров в новых микрорайонах муниципалитета. В новых микрорайонах практически нет мест, где дети могли бы проводить занятия досуговые, внешкольные. И сегодня мы этот вопрос сформулировали и попробуем найти точечные решения, ну, по крайней мере, по нашему району, где возможно найти помещения, да, или готовые, или свободные для размещения кружков, секций и так далее. На этом деятельность отцов Ленинского округа не заканчивается. Сейчас идет работа над созданием таких советов при каждом среднем образовательном учреждении. Председатель движения Дмитрий Березин приглашает активных пап-школьников вступить в ряды. Юлия Погасян, Александр Логинов, Улья Садовская. Видно-ТВ. В тяжелых условиях очередного пика заболеваемости ковидом врачи Видновской районной клинической больницы продолжают делать экстренные операции. В нашем следующем сюжете очередная история, в которой благодаря медикам пациентке удалось не только помочь с ликвидацией последствий травмы. Максим Козлов расскажет подробнее. Как и большинство недомоганий, это началось внезапно. Резко подросло давление, возникла сильная головная боль. 50-летняя Миниса Евдокимова, сама медик, поэтому судьбу искушать не стала. Скорая приехала к 12 дня, послушали, сказали, что хрипы, стабилизировали немного давление, увезли меня на КТ. Сделали КТ, поставили двустороннюю пневмонию. Женщину лечили 5 дней и острое состояние сняли, но внезапно она почувствовала слабость, после чего потеряла сознание и при падении получила травму головы. Было решено экстренно отправить пациентку в Идновскую районную клиническую больницу. При поступлении подтвержденный ковид, поражение легких первой степени и обширная рана лобной области с активным кровотечением. Когда пациентка оказалась в приемном отделении, хирург, заведующий 7-м инфекционным отделением Ибрагим Абакаров, сразу принялся за работу. В приемном отделении сделали, сразу же мне КТ сделали, КТ череп, КТ легких. И сразу в приемном отделении зашили все и подняли вверх. Спасибо доктору. Работу осложнял тот факт, что женщина получила травму в области лица, а потому хирургу пришлось применить все свое мастерство. Получилось наложить, учитывая ее пол и возраст, такой трудоспособный, косметические швы. Будем надеяться, что в отдаленном послеоперационном периоде от швов особо не останется следам. В настоящий момент министр Евдокимова идет на поправку, а врачи напоминают о необходимости соблюдать антиковидные меры, чтобы хоть немного облегчить их работу. Хотелось бы попросить, может быть, чтобы люди, все обыватели понимали о степени ответственности нашей и нагрузку, которую мы все и врачи, и сестры, и младший медперсонал на данный момент получаем и продолжаем нести этот непростой груз. Съемка предоставлена пресс-службой ВРКБ. В Историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный событиям в Республике Афганистан. Перед выпускниками Видновской школы номер два выступил участник военных действий, дважды кавалер Ордена Красной Звезды Валерий Бодряшов. 15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась намного дольше, чем Великое Отечественное, но о которой мало что известно и почти не написано в учебниках истории. Сотрудники Историко-культурного центра организовали урок мужества, посвященный тем страшным событиям. Ситуация в Афганистане осложнялась тем, что само афганское общество оказалось расколотым на две части, одна из которых воспринимала вмешательство СССР как союзную помощь, поддержку, а другая со временем усилившаяся как агрессия и навязывание чужих порядков. Одиннадцатиклассникам Видновской школы номер два были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов об афганской войне. Ребятам рассказали о мужестве советских молодых людей, которым пришлось выполнять интернациональный долг за рубежом своей родины. На мероприятие был приглашен участник боевых действий в республике Афганистан Валерий Батришов. Практически это их ровесники принимали участие в военных действиях. Мы зачитываем, например, письмо военнослужащего, который добровольцам просил направить Афганистан для защиты интересов нашего государства. И вот, как он пишет, чистого неба на афганской территории. Подвиг воинов-интернационалистов не оставил равнодушным старшеклассников и нашел отклик в сердцах ребят. Я читал, я смотрел документальные фильмы про Афганистан, про политическую ситуацию в этот момент. И довольно интересно было узнать не с точки зрения исторической скроники, а с точки зрения эмоций и переживаний людей, которые это все пережили. Александру Пахомову особенно впечатлили письма, которые писали домой молодые бойцы. Смотришь это все вживую, вот так вот, на видео, или когда там включают голосовые, как мужчины, просто писали письма, а потом говорилось то, что они спустя пару дней, пару месяцев просто умирали. И это так ужасно на самом деле. Но это заставляет почтить их память. На мероприятии учащиеся познакомились с историей афганской войны, узнали о причинах начала, о невосполнимых потерях советских войск, о трагической судьбе земляков. Задают много вопросов, но их интересует, в каких боевых участиях, в каких, так сказать, боевых операциях приняли участие, в чем это заключалось. Ну а я, как, так сказать, сотрудник органов государственной безопасности, я был командиром одного из спецподразделений «Каскад», и немножко своеобразные там были наши задачи. Вот я об этих задачах рассказываю, ребята, чем мы там занимались. Стоит отметить, что уроки мужества для школьников Ленинского городского округа в историко-культурном центре проходят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова